Товарищи красноармейцы и краснохлотники, командиры и политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сёстры в тылу наших врагов, временно подпавшие под птиго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тыли наших врагов, от имени Советского правительства и нашей Большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской Революции. Вереломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяться, наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь как-то просчитался. Несмотря на временные неуспеши, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, наносимый король и урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Вот никогда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. В том числе 1918 год, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции, три четверти нашей страны находились в руках иностранных интервенций. Украина, Кавказ, Средняя Армия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями нами. У нас не было союзников, у нас не было просто ярмар. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало лагунирования. И 15 государств насидали тогда на нас. Но мы не унивали. Не падали, не падали, в одну войну организовали под нами Красную Армию и превратили нашу слону в военный лагерь. Сусть Великого Ленина разновлялась тогда на войну против интервенций. Ведь что же? Мы разбили интервенты, вернули все потеряные территории. И добились победы. И пол положения нашей страны куда лучше, чем 20-30 годов. Наша страна по многу раз богатствует и по лучшему успеху, и продовольственным, и Сириевым, чем 20-30 годов. У нас есть теперь союзник, держащий вместе с ним, единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы. Отпавших по негативным русскими деяниями. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот. Руки отстаивающие свободу и независимость нашей России. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в оплодировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отпирают нашу армию, нашу плоту. Хватает им разбит захватнические органы немецких пашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Увеликого Ленина, его поменочные знамя, как наводнят гостепет, на Отечественную войну. Так же, как 23 годы. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как и изображают некоторые перепугали, интеллигентики. Не так страшен черт, как и он больную. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политическое декство в хваленные немецкие войска? Если судить не по хвостым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германия не только будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обнишание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Солдат. Германия истекает кровью, ее людские резервы истекаются. Пух возмущения овладевает не только народам Европы, подпавшими подвигом немецких захватчиков, но и самим германским народам, которые не видят конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнений, что Германия не может быть в этом, долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищ Красноармейцы Краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как насилоспособные, уничтоженные, разбойничие порты немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие подвигом немецкой тирамики. Как вас, своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Выведите в эту войну освободительную, справедливую. Пусть в вековой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александр Олеговского, Дмитрия Донского, Кузне Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворов, Михаила Бутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецких оккупантов на здравстве нашего славной Родины. Ее свобода, ее независимость. Под знаменем людьми. Вперед, победа! ГОВОРИТ ДОГОРЙ Phillips КОМАНЬЦ Продолжение следует...